Здравствуйте! В эфире программа «Прямой эфир». Меня зовут Зайра Байчорова. С 2018 года Минстрой России активно развивает программу «Умный город», находящуюся на стыке двух нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Что включает в себя понятие «Умного города» в российской действительности и какие шаги уже сделаны на Ставрополье, поговорим сегодня. Я напоминаю, номер телефона нашей студии – 8 8652-333-020. Если вас интересует эта тема, звоните и смело задавайте вопросы. У нас в студии заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Олег Сергеевич Самсонников и директор государственного казенного учреждения Ставропольского края «Региональный информационно-аналитический центр» Сергей Владимирович Рудометкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Спасибо большое, что пришли. Когда-то мы уже беседовали с вами на эту тему, в свете последних событий немного отвлеклись. Теперь предлагаю вернуться и еще раз обсудить. У нас на Ставрополье реализуется ведомственный проект Минстроя Российской Федерации, так и называется «Умный город». Расскажите, пожалуйста, что это за проект? Разрешите, да? Я начну. «Умный город» – это концепция города нового поколения, которая предусматривает эффективное управление, обеспечение высокого уровня жизни населения. В первую очередь, ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда. Ну и, естественно, акцент на экономическую эффективность и какой-то дать толчок с помощью цифровых сервисов для развития мелкого и среднего бизнеса. Вот, в принципе, основные направления развития городов. А как родилась вообще такая идея цифровизации городского хозяйства? Ну, если говорить о трендах, которые заданы уже в целом, в мировой экономике, в мировом сообществе экспертном, это уже на протяжении последнего десятка, даже больше, может, полутора десятков лет, у всех на слуху, там, и Сингапур, там, и прочие умные города, там, и Южная Корея. И, соответственно, Российская Федерация в лице Минстроя Российской Федерации 2018 года тоже задумались об этом. А почему бы и нет, да? Почему бы и у нас не внедрить? На самом деле, встроить все те концепции, все те национальные программы и проекты, вот, сделать так, чтобы это было комфортно, как уже сказал Олег Сергеевич, в первую очередь для кого? Для жителя, для жителя города, там, неважно, для города, для жителя населенного пункта какого. И убрать все это цифровое неравенство, сделать вообще доступными все сервисы и услуги, в том числе государственные. Мы знаем, да, наверное, каждый из нас уже сталкивался с тем, что вот именно в сфере государственных услуг у нас уже как раз таки цифровизация шагнула далеко вперед. Уже Российскую Федерацию ставят пример. Это да, мы уже даже привыкли к этому, без этого и не можем. Да, это уже стало обыденностью. Также вот цель, которую поставил Минстрой Российской Федерации, чтобы вот все эти вещи, все эти заложенные, концептуальные такие моменты, они тоже стали обыденностью для каждого гражданина. Хорошо. И вот мы сейчас над этим работаем. Я подозреваю, что участники регионального проекта у нас есть. Расскажите, пожалуйста, кто они? Кто стал участником? Для того, чтобы создавать что-то на территории субъекта, это был создан Центр Компетенции Цифровизации. Это на базе нашего регионального информационно-аналитического центра. Вот Сергей Владимирович как раз директор этого центра. А платформа «Умный город» была разработана компанией «Росатом», которая победила в аукционе, выиграла тендер, то есть по техническому заданию приступила к разработке вот в 2019 году этого уникального проекта. Это почему, в чем заключается уникальность, это был единственный на то время проект, который предполагал трансформацию умного города-курорта. То есть курортные сегменты вошли туда как обязательная часть, потому что город Железноводский, все наши города-курорты, они не могут без этого существовать, потому что это является вся вот эта отрасль курортологии, можно считать, что градообразующими все предприятия, вот эти санатории, где трудятся люди, где мы привлекаем, в общем-то, население всей страны для отдыха, тем более сейчас в условиях таких, когда есть ограничения определенные. Естественно, мы должны стремиться к тому, чтобы отдыхающим было удобно. То есть мы должны были в первую очередь ориентироваться в 2019 году на жителей города непосредственно, а наши города-курорты еще ориентировались на именно туристический поток, на привлекательность. Вот в Железноводске много было сегментов таких выстроено, которых не было в стране. Допустим, это и учет того же Нарзана, и посещение Нарзанных галерей, то есть мы могли абсолютно делать какой-то анализ по посещаемости. Допустим, что вот в таком-то году или в месяце у нас посетило столько-то людей, ну, сделав анализ и поняв, что поток туристический возрастает непосредственно с помощью наших цифровых сервисов, можно было понимать, что необходимы какие-то учреждения питания, какие-то дополнительные отели, какие-то, может быть, здравницы. То есть основная цель проекта – это улучшить качество жизни и, в общем-то, жизни жителей городов, умных городов и туристов, гостей, которые приезжают. Несомненно, потому что это является одной из таких перспективных и доходных частей бюджета, в том числе и Ставропольского края. Если говорить о требованиях к городам-участникам, то что это за требования? Думаю, Сергей Владимирович. Есть какие-то критерии, по которым отбираться, города участвуют? Да, добавлю то, что Алексей Сергеевич рассказал. То есть в целом, проект, ведомственный проект Министровья Российской Федерации, он предполагал с самого начала о том, что в нем обязательно должны участвовать города с численностью населения более 100 тысяч человек. У нас в Ставропольском крае под эту градацию попали 5 городов. Это наша столица, город Ставрополь, это наша промышленная столица, город Невинамыск, и три города, наши курорты, это Исентуки, Пятигорск и Кисловодск. Это вот те, кто обязаны участвовать. И потом уже, как сказал Олег Сергеевич, к ним добавился у нас город, курорт, опять же, да, Железноводск. Это уже было решение губернатора, что именно даже вот те вот 5 городов, которые мы обозначили, все-таки они довольно-таки у нас крупные, да? Ну, это понятно как бы из критерия этого 100 тысяч. Ну, здесь уже тоже влияло то, что территориально, как они расположены, как их там география и все остальное прочее. И было принято решение по очень определенным таким моментам и критериям, что выбрали город Железноводск. Во-первых, он компактный, численность у него не очень большая. Да, и решили так, что вот на этой территории, на этой компактной территории можно внедрить разные компоненты. То есть, было желание такое сделать, что все-таки в комплексе, да, там не отдельные какие-то элементы, как у нас уже к тому моменту даже были уже внедрены там и в Номынске, там и в Ставрополе, там и в Весентуках. А осуществить все задуманное в одном городе. В одном городе, в комплексе. И чтобы это было смотрибельно, чтобы это было эффективно. То есть, посмотреть, как это работает вот прям на всем муниципалитете. То есть, не в отдельном доме где-то это все сделать, или в одном учреждении. Ну и непонятно, то есть, как это влияет на экономику города, на социально-экономическую обстановку в городе. А здесь это вот удалось как раз-таки благодаря этой компактности все это внедрить и теперь уже иметь опыт, как это работает и как это эксплуатируется. А я предлагаю сейчас посмотреть это собственными глазами. В Ставропольском крае по праву самым умным городом является Железноводск, город-пилот. Давайте посмотрим, что его отличает от других городов Ставрополя. Внимание на экран. Ольга уже забыла, как это томится в ожидании автобуса. Без бинокля и экстрасенсорных способностей знает, на какую улицу он сейчас завернул или в какой пробке стоит. Все здесь, в ее смартфоне. Я открываю приложение, где мне открывается карта с указанием всех автобусов, которые входят по нашему маршруту. И я нажимаю на пятерочку, и оно мне открывает расписание. Расписание. Вот, кстати, скоро оно и подъедет. Железноводск превратился в курорт с высоким IQ. Так стало после внедрения программы «Умный город». Скачиваем специальное приложение, и вот можно не только следить за автобусами, но и узнать, куда пойти вечером и в каком ресторане лучше пообедать. Это платформа, это новый уровень общения между отдыхающими и администрацией, отдыхающими и турфирмами, отдыхающими и санаториями. То есть мы создали дружелюбную электронную обстановку, цифровую обстановку, карту города. Вашим высококлассным и бесплатным гидом могут быть не только приложения, но и такие смарт-киоски. Теперь вопрос, как пройти в библиотеку, не задают прохожим. Ведь его можно задать умному экрану. Где покушать, где разместиться, достопримечательности города и афиши мероприятий. Афиши мероприятий, которые у нас есть под тем мероприятием, которые проводятся в городе. Умный город – это когда датчики считают, сколько людей пьют минералку, а мусорки предупреждают о том, что они заполнены. Он про комфорт, удобство и, конечно же, безопасность. Система умного города предполагает отсутствие здесь так называемых слепых зон. Именно поэтому на многих улицах Железноводска установлены камеры видеонаблюдения. Они следят за безопасностью людей не только на остановке, в транспорте, но даже здесь, на пешеходных переходах. Эта система, кстати, угроза для всех хулиганов. Они еще не знают, а камера уже записала все их проделки и передала все сюда, в ситуационный центр. Умный город уже помог задержать лихачей на дорогах, которые думали, что они умнее всех. Кстати, благодаря проекту жители теперь могут сами решать проблемы в своем городе. Разбитые дороги, поваленные деревья, грязные улицы – все это перестанет быть таковым благодаря фотоаппарату и активности горожан. В данном случае у нас проблема – это яма, которая была обнаружена. Значит, наши граждане ее фотографируют, описывают эту проблему и направляют нам. И уже, в частности, управление городского хозяйства занимается решением этой проблемы. Внедрением умных технологий в Железноводске занималась компания «Русатом» инфраструктурные решения. Успешный опыт курорта собирается растиражировать. Совсем скоро поумнеют и другие города нашего края. Результатом, что должно стать развитие этого проекта, жителю, нашему горожанину, не важно, жителю другого населенного пункта, должно быть комфортно и уютно жить в том населенном пункте, где они живут. Это как раз-таки главная цель проекта «Умный город». Ну а жить в «Умном городе» мечтают Джамиля Ибрагимова и Олег Байкулов. Савропольское телевидение. Ну что ж, сейчас еще обсудим Железноводск. Тем временем, хочу напомнить номер телефона нашей студии 8 865 2 333 020. Мне подсказывают, у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Мы с супругом проживаем в соседнем регионе и очень часто посещаем Кавказский минеральный воздух. В частности, очень любим город Железноводск. Вот буквально на майские праздники тоже ездили, отдыхали, решили задержаться. Это очень хороший город, чистый, спокойный, тихий. Вот, скачали приложение «Умный Железноводск» и «Туристический гид». Все доступно, все понятно. Единственное, что очень не хватает кнопки «Купить». Например, купить билеты в кино, купить, оплатить экскурсию в музей. Вот хотелось бы немножко такое добавить. Спасибо большое за ваши пожелания. Аппетиты-то растут наших жителей Железноводска. Как прокомментируете? Что-нибудь такое намечается? Очень хорошее желание. У нас, как таковой модуль, присутствует в платформе. То есть его необходимо немножко, может быть, доработать. И там есть некоторые нюансы. Давайте, Сергей Владимирович, подробнее расскажем. Как раз-таки работаем сейчас вместе с администрацией города Железноводска, с Росатомом инфраструктурного решения, который разработчик этой платформы. И еще ряд наших государственных, краевых предприятий и учреждений, которые занимаются как раз-таки развитием так называемого маркетплейса. То есть, что это такое? Это возможность на платформе осуществить бронирование каких-то услуг, товаров, покупки. И осуществление уже непосредственно самой этой оплаты. Вот сейчас технические возможности все это. Ну, это не только технические. Это же у нас уже тут и онлайн-банкинг, и эквайринг подключается. То есть мы сейчас все это как раз-таки этим занимаемся. И надеемся, что в скором времени уже и жители, и гости города Железноводска смогут воспользоваться такими сервисами. Ну и в привязке к нашему сюжету, хотелось бы из специалистов более подробно рассказать, что именно умного в Железноводске? Ну, если говорить подробно, 35 модулей подключены. Но это модули, это туристические панели в часто посещаемых местах. Они расположены, где если кто-то, допустим, из приезжих граждан, отдыхающих, не пользуется еще приложением в мобильном устройстве, он может абсолютно нормально посмотреть на этом пилоне и понять все эти. То есть с пилона можно, там есть абсолютно QR-код, можно скачать программу, получить и дальше пользоваться уже самостоятельно. Потом это, как уже было сказано, это целый сегмент большой, касающийся коммунальной инфраструктуры. Это датчики разного рода, это мусорные баги, которые сами говорят о том, что они наполнены. Это энергоэффективные модули, которые позволяют регулировать температуру теплоносителя в муниципальных учреждениях. И на основании сделанного анализа за два года, последних три, там значительная экономия ресурсов получается. То есть коммунального ресурса до 30%, ну, зависимость электроэнергии, все эти моменты мы вначале, когда начали пользоваться, там есть графики, диаграммы, то есть понедельно можно смотреть и сравнивать, находить те моменты, камни преткновения, почему получается больше, чем нужно, и как это можно сократить. Потом мы начинали понимать вместе с администрацией Железноводска, где есть скрытые какие-то моменты резервы, то есть давали какие-то указания руководителям, и абсолютно через 2-3 года вышли на экономию 30%. То есть, если объяснять примитивно, теплоноситель в детском саду или в школе, в зимнее время, в отапливаемый период, можно сократить в воскресенье, допустим, до температуры воздуха с 22, допустим, до 17, 18. А затем, естественно, потом ближе к понедельнику, уже в вечер, в воскресенье, включить и довести до нормы, до нормативной какой-то температуры. То есть, это и учет, как я уже ранее сказал, и учет потребления нарзана, тех же вот этих всех ресурсов, подсчет отдыхающих. Это дает определенные позиции для администрации, чтобы они принимали управленческие решения. То есть, изучение данных, оно предполагает, что принимается управленческое решение, и, естественно, все к какой-то степени потом модифицируется, и определяются какие-то новые горизонты. Ну вот, продолжая тему о цифровизации, одними из символов умного города Железноводска стали пилоны, о которых только что мы говорили. Они разбросаны по всему городу для удобства жителей и гостей. Каковы его преимущества? Давайте посмотрим в следующем комментарии. Благодаря вот этому умному пилону наши гости города, наши отдыхающие могут получить свою информацию о нашей туристической инфраструктуре, которая у нас находится в городе. Здесь полностью вся информация, которая есть, она загружена в вот этот прекрасный пилон. И любой турист, который к нам приезжает, может понять, где поесть, где поспать, какой выбрать ему терринкур, как лучше построить свой маршрут, и какие посетить объекты, которые у нас имеются на территории Квардородной части. А в Ставрополь есть такие пилоны? Я просто как-то им разумею. В Ставрополь нет, но они довольно-таки недешевые пилоны. Можно себе представить. 600 тысяч, да? Сейчас о цене говорит. Сейчас о цене вообще страшно, но, по-моему, порядка где-то около 600 тысяч. Было раньше. Стоимость была, да. Ну, там разного формата пилоны. Разного формата, наполняемость там, естественно, разная была. Ну, вот порядка так, да. Техническое исполнение тоже разное было пилонов. Значит, будем ездить в Железноводск пока. Ну, надеемся, что не только в Железноводск. Мы говорим же 5 городов, которые участники этого проекта. А вот мы с Олегом Сергеевичем буквально на прошлой неделе участвовали в Всероссийском совещании, которое проводил, опять же, Минстрой. И где объявили о том, что стандарты и подходы у нового города меняются. Так, и чем они изменились? Как они отличаются от предыдущих? И так это был у нас очень такой большой, комплексный, масштабный проект. У нас там было 8 основных направлений. Сейчас вот... 38, наверное, я думаю. 18 направлений. Так, подождите, было 8, стало 18? 18 направлений, да. То есть задействованы... Работы прибавились. То есть уже те моменты, которые раньше не особо учитывались, да, направления, в которых можно было развивать, вот направления цифры, можно было не развивать. Сейчас пришли уже к такому обоюдному мнению все участники проектов, что это обязательно нужно развивать. Чем больше будет различных сервисов цифровых и удобнее будет людям, допустим, с помощью своих гаджетов управлять там всем, начиная от умных домов и заканчивая маркетплейсами, я считаю, это вообще будет длиться дальше до бесконечности. Еще будут дальше добавляться. Олег Сергеевич запомнил цифру 38, она тут у нас тоже на самом деле присутствует, 38 показателей только. Это ни в одном национальном проекте и программе нет такого количества показателей, которые нужно достичь, причем в 2024 году. Ну, критерии оценки. А какие прибавились еще направления? Вот вы сказали, было 8, стало 18. Очень большой. Ну, хотя бы там парочку перечислить. Ну, очень большой блок, то, что касается и медицины. Медицина. Образование. Образование. Ну, и там прям очень большой такой блок, то, что касается в том числе и вовлечения активности уже. То, мы говорили, ну, в самом проекте было заложено вовлечение активности граждан. То, что касалось городского управления. А если там теперь про образование говорить, это вовлечение активности в том числе и школьников в различные все формы, форматы, которые проходят сейчас обучение и соревновательные все такие вещи, которые проводятся на уровне Российской Федерации и субъектов. Ну, а тем временем у нас есть еще один звонок по теме. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Алексей, живу я в Невиномайске. Здравствуйте. Вы знаете, вот я вот прямой эфир смотрю, больше хотелось бы сказать, наверное, свое мнение вот по этому поводу. Мой отец уже пенсионер, состоит в городском совете ветеранов, и он такой, знаете, прям патриот-патриот. Очень переживал, когда какие-то вот варвары, по-другому, знаете, не могу их назвать, осквернили мемориал «Вечная слава». Я думаю, вы все помните эту историю нашумевшую. Так вот, вот благодаря умным камерам видеонаблюдения, этих негодяев быстренько вычислили и нашли. Теперь они будут, я думаю, тщательно по закону. И, знаете, я считаю, что городские власти приняли мудрое решение, что установили везде видеонаблюдение, вот по максимуму, как можно было. Нам теперь хотя бы спокойнее в городе вот жить. Так что вот, хотелось бы больше сказать свое мнение. Спасибо вам большое. А, то есть это не вопрос, это пожелание, получается, что этот проект несет еще одну функцию патриотическую в данном случае, да? Даже не только про это безопасность, а безопасность, удобство, экономия. Это, я бы сказал, одна из самых таких существенных составляющих вот всей комфортности. Потому что любой человек и гость, он себя не будет чувствовать комфортно, если он будет находиться вне поля какой-то безопасности. Вот эти камеры, они в том числе и наличие видеокамер, вот я вам скажу по своей прошлой профессии, нельзя так говорить, конечно, где я раньше служил в правоохранительных органах. Условия деанонимизации, то есть если человек идет, он видит камеру. У нас раньше не было таких камер, чтобы были на всех солдбах, на этих. У нас был просто эксперт-криминалист, который при массовых вот этих всех мероприятиях шел. И он часто даже не включал вот эту видеокамеру. Но люди уже понимали, что их лицо и тех противоправных действий, которые они совершают, оно может быть задокументировано, и потом лечь в основу какой-нибудь уголовного дела, либо административного дела. Поэтому чем больше у нас камер везде, это, кстати, сейчас довольно-таки дорогостоящее мероприятие, установка всех видеокамер. Вообще все, что связано с цифровизацией, это действительно дорого. Но наши предприятия очень успешно, отечественные, в условиях вот такой конкурентности абсолютно нашли свои технологии наши, российские, которые успешно будут применяться, даже вам скажу больше, что вот существует еще аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Так вот там уже по концепции будет использоваться только отечественное оборудование. И это очень здорово на самом деле. И оно уже есть. Они задают вопросы в разных форматах, иногда присылают в соцсети, иногда вот звонят, как сегодня. Есть у нас еще видеоформат, прислали видео с вопросом. Попросим вывести на экран. Здравствуйте, я нахожусь в Ставропольском крае, собираюсь в путешествие на Кавном воде. Подскажите, как система «Умного города» поможет мне сориентироваться в незнакомом городе? Спасибо. Боится потеряться. Иральич, найдите. Ну уже рассказываю, да. Наречите, куда идти в первую очередь, чтобы понять, что где находится. Мы уже говорили, что в Железноводске у нас действует целое такое семейство, экосистема, да, то, что касается туристических сервисов. Это и туристический портал, это и мобильное приложение туристический, туристический гид, и то, что мы говорили, это туристические пилоны. Если вот... Ну, чтобы пользоваться пилоном, я правильно понимаю, что нужно сначала скачать приложение какое-то? Нет, да? То есть пилон, это физически вы подходите к этому пилону, это, если так говорить, это форма, формат смартфона, такой установленного стационарно на туристических маршрутах. И там вы точно так же на экране выбираете интересующую вас тему, получаете всю информацию, которая вам требуется. А вот как можно понять, на какой транспорт садиться, чтобы добраться до нужной точки? Ну, вот в городе Железноводске мы уже тоже рассказывали, что у нас там есть же и транспортное приложение, в котором как раз-таки в онлайн-режиме отображаются прямо на карте, да, все маршруты движения, в какой момент... С интервалами. Если вот в других, да, городах, там часто используется плановое время, то есть по расписанию должен автобус там подойти, там, во столько-то. Соответственно, высвечивается время, что через столько он подойдет. Ну, а мы знаем, да, что планы факт часто у нас не совпадают. То в городе Железноводске, так как весь муниципальный транспорт оборудован геотрекерами, ГЛОНАСС, то отображаются именно и время показывают даже на тех таблок информационных, которые стоят на станок, это реально время. Вот показывают две минуты, значит, через две минуты подойдет именно этот маршрут. Просто мечта, на самом деле. Когда мы беседовали тоже, были, несколько раз ездили специально, останавливались на тех же остановках, там, беседовали с населением, с людьми, с обычными спрашивали, ну, есть плюсы, что вот для вас, или это просто красивая картинка. И нам рассказывали, что вот, ну, так как город маленький, компактный, вот это того, что, говорят, мы дома сидим, посмотрели, через сколько подходит. Заранее даже нет необходимости выходить, там, или на солнце. Они знают, что они придут и вовремя подойдут. И вовремя, да, вот они буквально подходят за одну минуту и могут воспользоваться уже этим транспортом. Ну, к хорошему быстро привыкаешь, конечно. А еще вот считается, что умный город обязательно должен как-то быть связан с интернетом вещей. В вашем понятии, что это такое интернет вещей? Ну, интернет вещей, это когда различные контроллеры, датчики общаются, так сказать, между собой и с платформой самостоятельно, уже без участия человека. То есть это обмен какими-то данными, обмен данными, которые потом дальше используют система для, опять же, обработки этих больших данных, для принятия каких-то решений. Ну, если говорить про Железноводск, у нас на этой платформе, в этом режиме работают, например, те же, вот то, что уже рассказывал Олег Сергеевич, приборы учета, которые у нас стоят, там, электроэнергия, тепла и так далее, в наших всех муниципальных учреждениях. Накапливаются те данные, которые потом ложатся в основу для принятия управленческих решений, для сбора этой статистики, опять же. Вот еще, знаете, что хотелось бы подчеркнуть, Олег Сергеевич, вот как-то тоже затронул эту тему, что «Умный город» же это не только вот программные и аппаратные, да, там, какие-то вещи, какие-то возможности. То есть это что? Это всего лишь только дает возможности какие-то, какие-то инструменты, механизмы для чего? Для того, чтобы ими кто-то должен был воспользоваться. А это же не только граждане, которые вот, ну, видят там, приложение, там, получили какую-то информацию, а чтобы они уже получили эту информацию, и в них появились какие-то прям реальные сервисы, которые им удобные. Это нужно что? Перестроить работу, соответственно, там, администрации, всех тех предприятий, учреждений, которые задействованы в оказании этих услуг, там, предоставлении этих услуг. И вот город Железноводск тоже, еще вот один момент, да, почему он был выбран, потому что там была такая очень, и есть сейчас, креативная команда, которая вот на лету все схватывала, отрабатывала, и то есть вот за эти два года там совершенно поменялся все регламенты, все поведенческие формы, там, да, настройки, если можно так сказать, и внутри самоадминистрации, во всех подведомственных предприятиях, учреждениях муниципальных, где установлены все элементы этого умного города. И там все пришлось по-другому перестраивать. Там появились свои КПАи, ну, тех же сотрудников и руководителей учреждений. Вот так только может происходить, как бы, перемена, цифровая трансформация. Ну, все-таки, наверное, основной целью, мы уже немного затронули эту тему, можно назвать безопасность. Безопасность для жителей, безопасность для гостей. Вот каким образом люди чувствуют на себе, что стало безопаснее с внедрением проекта «Умный город», есть ли какие-то подводные камни? Ну, с внедрением проекта, во-первых, это размещение, как я уже раньше сказал, видеокамеры, потому что, ну, видеокамеры, они передают все сигналы. То есть есть видеокамеры умные, которые интеллектуальные. Это аутентификация лиц. То есть они способны определить по лицу человека. То есть с помощью этих камер можно вывести информацию на... в органы внутренних дел или в органы федеральной безопасности по разыскиваемым лицам, которые где-то уже что-то совершили и находятся в Росске. Они же представляют определенную опасность для граждан, для людей. То есть они способны повторно совершить какие-то преступления. Тем более есть какие-то рецидивы, то есть рецидивисты. То его можно абсолютно либо где-то определить, найти его местонахождение. И, соответственно, тогда оперативные сотрудники примут все меры для его задержания. Люди это все видят, знают. Естественно, обо всем мы это рассказываем. Ну, если отойти от прям правопорядка темы, то камеры работают вообще в целом на городские нужды. У нас много раз во всех городах, причем не только в Железноводске, это и в Невномыске, и в других, случаи вандализма были пресечены, случаи там... Неоднократно причем. Да, в том числе касающиеся прямо самого умного города, когда остановки там портили, или еще пилоны. Все это помогает быстренько установить и возместить. Ну что ж, у нас, к сожалению, времени совсем не остается. Тема очень интересная. Огромное спасибо, что были у нас сегодня в студии и рассказали все очень подробно. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Программа «Прямой эфир» подошла к концу. Сегодня беседовали с заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Олегом Сергеевичем Самсонниковым и директором государственного казенного учреждения Ставропольского края и региональный информационно-аналитический центр Сергеем Владимировичем Рудометкиным. Оставайтесь на своем и до встречи.